Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, сладость, серебро не приведут желанной цели. Слушайте внимательно, сестры и братья. Хотите приблизиться к Аллаху? Почувствовать себя счастливыми? Послушайте это. Нет ничего более любимого мной, чтобы мой раб делал, чем виды поклонения, которые я сделал обязательными для него. Фарб. Хиджаб. Пятикратный намаз. Пост. Видите, это фарб. Вы должны делать это. Я накажу вас, если не будете этого делать. Аллах говорит, эти дела более любимы мной, чем что бы то ни было во вселенной. Поэтому я сделал это обязанностью, потому что я люблю это. Так? Вы приблизитесь ко мне. Поэтому я установил наказание. Потому что я не желаю, чтобы вы отдалялись от меня. Чтобы перешли на сторону шайтана. Я сделал это обязательным. Затем он сказал. И мой раб будет продолжать приближаться ко мне. Через добровольные дела. Вещи, которые он не сделал обязательными. Но вы делаете их добровольно. Сунна, молитвы, упоминание Аллаха, помощь мусульманам, взывание с мольбой. Сказать доброе слово, улыбнуться жене. Кормить детей. Даже если вы мужчина, вы встаете утром и кормите детей. Это поклонение. Мой раб будет продолжать приближаться ко мне через эти добровольные дела. Хатта ухибу. Пока я не полюблю его. Фаиде ахбабту. А когда я полюблю его, я стану его слухом, которым он слышит. Его зрением, которым он видит. Рукой, которой он хватает. Ногами, которыми он ходит. На которых он стоит, поддерживая равновесие. И если он попросит у меня о чем-то, я дам ему. И если попросит о защите, я защищу его. Знаете, что значит быть вашим слухом? Быть вашим зрением. Быть вашими руками и поддержкой. Это значит, внезапно ваши уши, внезапно. Вы почувствуете, что ваши уши хотят слушать только благое. Знаете? Поп-музыку. Ислам запрещает ее, так? Однажды. Ваш слух может полюбить ее слушать. Когда вы начинаете делать эти обязательные вещи. И начинаете делать хорошие вещи, милостыню и так далее. Внезапно, без чьих-либо слов, ваше сердце начинает ненавидеть слушать подобное. И вы не знаете почему. Ваши уши не хотят этого слушать. Затем вы находите успокоение в Куране. Находите успокоение в словах, которыми доволен Аллах. И чувствуете себя неуютно. Сидя в компании, где кто-то начинает сплетничать о другом. Вы не хотите этого слушать. Кто-то рассказывает слухи, а вы не хотите слушать. Кто-то начинает оскорблять, а вы не хотите слушать. Кто-то говорит, посланник сказал, и вы навостряете слух. Ваши глаза, вы видите что-то запретное. Вы больше не хотите на это смотреть. Вы чувствуете дискомфорт. Но тот, кто не поминает Аллаха, его глаза находят в этом удовольствие, похоть. Но те, чьими глазами стал Аллах, их сердца полны имана. Ваша рука не хочет прикасаться к запретному, бить не по праву и воровать. А хочет прикасаться лишь к хорошему. Ваши ноги отказываются идти, кроме как в места, которые любит Аллах. Я стану его зрением, его слухом, его руками и ногами. Да сделает нас Аллах, субаханнаху ватааля, из них. Амин. Я скажу вам, как это бывает. Айн Аллах. Ахи. Скажи мне, где Аллах? Быстрей, быстрей. 10 секунд до того, как я нажму. Кефир, 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 кефир.